Привет, друзья, это Пятый элемент, меня зовут Денис. Если бы мне месяц назад сказали, что я буду делать обзор крипто-кошельков, я бы, мягко сказать, не поверил, потому что в крипте я полный ноль, как и в инвестиции, скажу честно. Но после этого обзора я совершенно спокойно могу сказать, что я... Я работаю в криптовалюте. Но, друзья, чтобы вас не оставить без экспертизы, мы пригласили сюда к нам в студию местного крипто-инвестора Мишаня, нашего непостоянного эксперта, который расскажет, как же правильно вкладывать в криптовалюту. Пожалуйста. Всем привет, меня зовут Мишаня, я крипто-инвестор, и сейчас я научу вас правильно торговать. Итак, тут покупаем, тут усредняемся, а тут фиксируем прибыль. Ой, точнее, правильно так. Всем спасибо, с вами был крипто-инвестор Мишаня. Ладно, друзья, это все прикольчики, вы прекрасно понимаете. По инвестированию в криптовалюту нужно смотреть специальные ресурсы, я советую вам обратиться к ним. А сегодня мы поговорим, что такое криптовалюта, с чем ее едят, что такое блокчейн, и самое главное, на чем хранить криптовалюту. Сегодня главный герой нашего обзора – это крипто-кошелек от компании Тенджем. Приятного просмотра. Кстати, хороший ролик по теме вышел у Варламова, я думаю, что вы можете нагуглить его прямо сейчас, там все подробно расписано и показано. Мы сегодня все-таки больше сконцентрируемся на продукте, ну и базовые понятия тоже уясним. Начнем, что такое криптовалюта. Итак, криптовалюта – это цифровая валюта, которая хранится в зашифрованных базах данных по системе блокчейн. Иначе говоря, как наличка в каком-то конкретном месте она не лежит, она распределена по всем компьютерам в мире, которые, собственно говоря, задействованы в этом процессе. На момент записи ролика биткоин стоит практически 21 тысячу долларов, и, как вы можете понимать, курс валюты очень-очень сильно скачет. Во-первых, это подвержено тому, что, ну как бы, валюта, условно скажем, ничем не обеспечена, ну а сама валюта как склонна очень резко расти, так и резко падать. Криптовалюта – это, безусловно, минус такого инструмента, как криптовалюта, но у него есть определенный плюс, потому что крипта по-хорошему не имеет границ. То есть вы можете рассчитываться по всему миру, конечно, крипта ограничена только законодательством некоторых стран. По всему остальному на цену криптовалюты действуют абсолютно классические рыночные механизмы. Чем больше спрос, тем, соответственно, дороже валюта и наоборот. Ну и если эти самые скачки вас не пугают, тогда нужно крипту где-то купить, на каких-то обменниках, либо же криптобиржах. Обязательно убедитесь в их благонадежности. Это очень важно, потому что, как правило, вы там оставляете свои личные данные, в том числе и фотографии вашего паспорта. А вот хранят криптовалюты уже, как правило, на кошельках, и мы уже вплотную подбираемся к нашему герою сегодняшнего обзора, и нужно уяснить, какие же криптокошельки вообще существуют. Важно сказать, что криптокошельки на себе фактически не хранят валюту, они хранят ключи к этой самой валюте, потому что ваша валюта расположена, ну, опять же скажу, на всех компьютерах в мире, которые в этом задействованы. То есть без ключа крипта не имеет смысла. Ну, а сами кошельки бывают холодными и горячими. Горячие — это, по сути, программа для смартфона или компьютера, имеет более удобный интерфейс, имеет подключение к интернету, но так как он имеется, то есть более высокая вероятность есть того, что может случиться хакерская атака, либо же какие-то другие манипуляции, чтобы эти денежки у вас забрать. Ну, а холодные кошельки — это те самые устройства, которые фактически не имеют своего собственного доступа в интернет, от этого они становятся более безопасными. Собственно говоря, кошелек от компании Tangem и является холодным. Фактически это такой чип, внутри которого скрыт компьютер, который взаимодействует с вашим гаджетом. В нашем случае это смартфон на операционной системе Android, либо же iOS. Также в целом с костылями вы можете подключить вот эту вещь к компьютеру, но нужно будет воспользоваться эмулятором RAS, и чтобы еще на вашем компьютере был NFC. Но этот случай я вам не советую использовать. Ну, так вот, давайте разбираться с нашим кошельком Tangem. Давайте распакуем. Есть вот такая коробочка, которая очень элегантно открывается. Вот тянем, и достается действительно все. И в комплекте, помимо мануальчика, есть две карты. Будут продаваться в пятом элементе еще и комплекты с тремя картами. Сейчас расскажу, зачем это вообще нужно. Вообще, производители рекомендуют как? Одну карту носить с собой, чтобы взаимодействовать с криптой, а две остальные, либо же одна, в зависимости от комплекта, который вы приобрели, где-то хранить для резервной копии, либо же бэкапа, в случае утери, либо же, не дай бог, кражи. На каждую карту можно поставить пароль, и даже если вы одну потеряете, у вас останется, допустим, две, то злоумышленник, собственно говоря, ничего не сможет с этой сделать, потому что нужно будет ввести три разных пароля. Резервные карточки лучше хранить где-то в одном потайном месте, либо же у одного очень надежного человека. Сама же карта, фактически эта карта, она выглядит, собственно говоря, как обычная банковская карточка, но все-таки нет, здесь скрыты чипы, с которыми нужно работать. Карточки защищены по стандарту IP68, то есть вы можете и в воду их погрузить, и в грязь засунуть, с ними ничего не случится. Ну а в цифровом варианте данной карточкой защищают еще умные протоколы, которые используются, насколько я помню, в ID-паспортах таких пластиковых, которые, собственно говоря, тоже невозможно подделать, либо же взломать. Настраивается устройство очень просто, для этого нужно минуты 3 вашего времени, и что нужно будет сделать. Во-первых, в Google Play или App Store скачиваем приложение Tangem. Далее заходим в приложение и нажимаем сканировать. Прикладываем карту к NFC-считывателю сзади смартфона, далее нам нужно придумать или ввести пароль. Потом повторно прикладываем карту, вот это на самом деле спорно неудобный момент, но секьюрность превыше всего. Настраиваем резервную копию, если нужно, и уже провалимся в интерфейс приложения. И скажу сразу, что помимо пароля мне хотелось бы использовать что-то еще более секьюрное, типа Face ID, либо же Touch ID. Это к вопросу о доработке самого устройства и приложения. Но сразу же прорекламирую вам классный действительно Telegram-чат компании Tangem, в котором представители компании дают оперативнейшие и подробнейшие ответы на все ваши вопросы. Рекомендую подписаться, либо же почитать. И уже мы провалились в само приложение. Как видите, криптоинвестор из меня так себе, потому что у меня общий баланс ноль. Так вот, посмотрим, что здесь вообще можно сделать. Мы видим с вами общий баланс. Валюту можно менять, как вы хотите, но у нас по умолчанию доллары стоят. И снизу располагаются те токены, которые вы уже себе добавили. Сразу скажу, что в приложении Tangem более 5000 этих самых токенов. Вы можете их добавлять, смотреть, какой вы хотите. Допустим, мы можем добавить, допустим, DoggyCoin, например, вы знаете, собачка Сибаину. Так вот, добавляем. И чтобы сохранить изменения, нам нужно еще раз пройти процедуру верификации. Еще раз приложили, ввели наш пароль, продолжим. Еще раз прикладывайте карточку. И если мы с вами все правильно сделали, правильно пароль ввели, тогда уже наша новая крипта появится на главном экране. Так, например, сейчас и получилось. Мы добавили новую. Должен сказать, что когда мы садились писать сценарий к этому ролику, некоторых монет еще не было доступно, очень популярных. Например, USDT в сети Tron. Об этом очень переживал наш криптоинвестор Мишаня. Он мне на это пожаловался. Я написал в поддержку в Telegram-чат компании Tengem. И мне прокомментируют, что совсем скоро добавят. Действительно, добавили. Я сел снимать обзор, и она действительно появилась. Это очень круто. Еще пару моментов касаемо приложения и самого нашего крипто-кошелечка. Должен сказать, что вот эта вещь не является платежным средством, как обычная банковская карточка. Это средство хранения. То есть непосредственно прийти в магазин и расплатиться этой карточкой вы, конечно, не можете. Холодный кошелек создан для того, чтобы валюту хранить, либо же в каком-то случае кому-то ее передаривать. Но через само приложение мы с вами что можем сделать? Во-первых, мы можем покупать валюту, либо же отправлять ее на какой-то другой кошелек. То есть по-хорошему что? Вы можете купить валюту на этот кошелек, например, через внутреннюю биржу, назовем это так. Допустим, я могу 200 долларов потратить, и купить столько-то биткоинов. Нужно будет подвязать вашу кредитную карточку. Минимальный, кстати, есть порог. У каждой валюты, например, я хочу потратить 1 доллар, но мне рекомендуют потратить 27. То есть вот нужно это тоже изучить. Вы можете, как я сказал, валюту отправить. Соответственно, нужен будет номер уникального кошелька, куда вы это все дело будете отправлять. Во-первых, из минусов могу сразу сказать то, что здесь нет какого-то встроенного обменника. То есть если вы имеете какую-то валюту, и хотите там перекинуть сразу же на другую, то нужно будет это сделать посредством перекидывания на другой кошелек. Там уже можете конвертировать и отправить сюда на холодный кошелек. Но в этом и есть фишка, друзья, этого самого холодного кошелька, чтобы ваши денежки, вашу крипту никто не угнал. Что еще? Графика падения, либо же роста валюты вы тоже не можете отследить, но у нас в каждой указан текущий курс. Вот, например, я могу смотреть, видеть, сколько стоит та или иная крипта, и ориентироваться как-то, что стоит мне вкладывать, подорожало, подешевело и так далее. Ну и если вам нужен такой кошелечек, то давайте быстренько обсудим плюсы и минусы. Первый минус это то, что здесь нету ПК-приложения. Есть костыли через эмулятор, но я вам не рекомендую этого делать. Лично для меня было бы классно иметь помимо пароля еще вход с помощью Touch ID, либо же Face ID. И мне, кстати, еще подсказали один такой минус. Было бы классно иметь возможность, чтобы денежки, ваши крипта сразу капали на кошелек при подключении к интернету. Допустим, если вы занимаетесь майнингом, удобно. Сразу выводите крипту в вашу безопасное место. Ну а плюсы это высокая степень физической защиты по стандарту IP68. На самом деле и цифровой защиты тоже, потому что данное устройство защищено по сертификации EAL6+, такой же, как в ID-шниках, в пластиковых карточках, которая идентифицирует личность. И, соответственно, при помощи этого сертификата невозможно взломать наше устройство. Также к плюсам отнесу фирменное ПО и быструю грамотную техническую поддержку в Telegram-чате. Опять же, в 100 раз рекомендую. Очень классно. И могу сказать, что все-таки продукт, скорее всего, не идеальный, поэтому это очень хорошо, что постоянно что-то допиливают, добавляют. Это здорово. И само устройство, кстати, не самое дорогое. Ну а цены данного устройства можете пробить по ссылке в описании, которая ведет на сайт 5element.by. Узнавайте, покупайте, доставляем любую точку Республики Беларусь. Ну а с вами был Денис, 5element. Пойду спрошу Мишаню, во что стоит инвестировать. До новых встреч. Пока.